Мироба, друзья мои! 2020 год остался позади, а мы, не теряя минуты, прилетели в сказочный Стамбул. В этом выпуске вы увидите самые главные исторические достопримечательности Стамбула. Мы были в Стамбул несколько раз, поэтому в этом видео, собрав всю информацию в едино, мы пройдемся по самому оптимальному маршруту, который подойдет любому туристу. Мы посмотрим такие достопримечательности районов Татанахмет, как Глубая мечеть, Площадь Ипподром, Ай-София, Музей Исламского и Турецкого искусства, Археологический музей Стамбула, Дворец Топ-Копы, ССР на Базилика и другие. Вы увидите все эти достопримечательности в локдаун, выходной день, когда туристов и местных жителей практически нет. По традиции моего канала вы узнаете историю этих мест, стоимость билетов, советы перед пещением и изумительные кадры с высоты птичьего полета над Стамбулом. Помимо этого поговорим, стоит ли ехать в Стамбул зимой, весной или летом. Затронем полезные советы и лайфхаки перед пещением Стамбула и Турции в целом. Выпуск будет максимально полезен тем, кто приезжает в Стамбул в первый раз. Поэтому я буду очень рад, если вы прямо сейчас напишите любой комментарий со словами Стамбула или достопримечательность Стамбула, прожмете лайк или дизлайк по вашему настроению, подпишитесь на канал и сбросите этот выпуск своим друзьям или знакомым. При наборе полторы тысячи лайков или комментариев, выходит следующее видео о Стамбуле. Не забывайте про другие ролики из интересных стран и городов на моем канале Travel Forever. Друзья, в последнее время мне приходит много вопросов по поводу продвижения молодых YouTube каналов. Насколько вы знаете, я занимаюсь этим пока индивидуально. И чтобы сократить время, я сделал очень подробный видеокурс, который поможет развить ваш YouTube канал с нуля. В курсе я разобрал следующие темы, которые вы видите на своих экранах. Курс состоит из 8 видео уроков и одной личной консультации, где я отвечу на любые ваши вопросы по вашему каналу и дам некоторые рекомендации. Также вы будете приглашены в чат с другими молодыми ютюберами. В ближайший месяц я все дооформлю и загружу либо на сайт, либо на YouTube. Ну а пока доступен предзаказ с 50% скидкой до конца февраля. Сайта пока нет, поэтому пишите мне в личку ВКонтакте или на электронную почту в описании. В этот раз мы снова решили арендовать отель рядом с площадью Тултан Ахмед, так как здесь очень хорошая транспортная развязка и множество достопримечательностей в пешей доступности. Подробнее о том, где лучше остановиться в Стамбуле, я рассказывал в прошлогоднем выпуске. Также перед поездкой я немного боялся насчет закрытых кафе и ресторанов в более отдаленных районах Стамбула, так как локдаун и в частности выходные дни открыты в основном заведения в туристических районах. Но как оказалось, я зря волновался. Не будем тянуть резину, а отправляемся на крышу нашего отеля запускать дрон. В общем, у нас тут бой котов с крыши. Кто там с кем дерется, я не пойму. чем живем в таком месте очень сложно идти вначале я думал попробовать туда залететь но здесь как-то не очень как бы максимум куда я могу просто верст эти все и не придать разные стороны с балкона вид получше конечно такие два ребят расклад такой нашел и небольшой местечко можно не полетать немного позже мы пройдемся по всем этим достопримечательностям но сейчас поглядим на все это с высоты птичьего полета я сразу расскажу про расположение достопримечательностям в этом районе так как сверху все намного понятнее наш отель располагался вблизи площади султан ахмед главной площади стамбула расположены в историческом центре города микрорайона султан ахмед района фатир стоит он из двух частей площади между а и софией голубой мечетью и непосредственно площади ипподром на которой до нашего времени сохранились колонны и обелиски установленный византийский период и немецкий фонтан подаренный городу и султану абдул-хамиду второму кайзером вильгельмом вторым площадь получила название по мечети султана ахмеда голубой мечети находящейся на ней данная часть площади султана ахмед находится на месте древнего ипподрома строительство которого было начато римским императором в 2003 году когда город еще назывался византиям в 330-х годах император константин перестроил ипподром и сооружение уже выглядело примерно вот так она вмещала около 100 тысяч человек и имела размеры около 500 метров в длину и 120 метров ширину более подробно про площади подром и обелиски я рассказывал в отдельном ролике на моем канале travel forever видео называется археологический музей стамбула и история стамбула если пролетим немного дальше мы увидим прекрасную аю софию слева от фонтана и голубую мечеть справа мечеть султан ахмед стамбуле в честь которой была названа сама площадь чаще всего именуется голубой такое название храм приобрел из-за своего внутреннего убранства ведь его интерьере преобладают отделка из эскизных израстов выполненных в бело-голубых тонах примечательно что турецкие архитекторы в качестве образца для постройки мечети использовали здание собора святой софии но при этом добавляли свои детали поэтому сегодня голубая мечеть стала символом переплетения османской и византийского зодчества и в целом считается выдающимся им примером исламского и мировой архитектуры в конце этого выпуска мы заглянем внутрь а пока мы подлетаем поближе к и софия поставьте лайк прямо сейчас напишите комментарий со словом стамбул и подпишитесь на канал при наборе полторы тысячи лайков или комментариев выходит следующее видео о стамбуле а я софия один из ценнейших памятников район султанах нет история которого насчитывает более полторы тысячи лет это одно из уникальных мест в мире где объединились культуры совершенно непохожих религий христианской и исламской некогда действующая византийская церковь с приходом в константинополь турецких захватчиков была перестроена под мечеть после была музеем и в 2020 году снова стала мечеть очень интересный выпуск про данное место уже есть на моем канале именно в этом видео а я софия еще была музеем поэтому вы увидите уникальные кадры ссылочку я оставлю в описании внутрь этой мечети мы тоже заглянем но немного позже за мечетью а я софия расположен археологический музей стамбула и великий дворец табкапы археологический музей стамбула в районе султанахмет окунет вас в историю древних цивилизаций некогда существовавших на территории современной турции здесь можно увидеть старинные гробницы античные скульптуры древнеримского и древнегреческого периодов а также полюбоваться на уникальную коллекцию глиняной посуды из ростов про выпуск из археологического музея и про историю стамбула я уже говорил он ждет вас на моем youtube канале travel forever ссылочку я конечно же оставлю в описании немного дальше расположен дворец топ копы этой знаменитой резиденции турецких султанов насчитывается более пяти столетий но ее главный расцвет пришелся направление сулеймана первого великолепного это огромный исторический комплекс имеющий в своем составе четыре двора в каждом из которых есть собственные достопримечательности в том числе церкви и мечети не зря дворец топ копы считается одним из самых масштабных музеев в мире и часто именуется отдельным городом стамбула ну а тем кто смотрел сериал великолепный век есть отдельный повод посетить данный дворец топ копы помимо этих мест здесь расположен старейший пар гульханэ история которого неразрывно связано дворцом топ копы а также цистерна базилика который мы пустили в 2019 году разведенные более полторы тысяч лет назад подземное сооружение долгое время служила главным захранилищем в константинополе внутри помещения сохранилось 336 древнейших колонн и наиболее интерес здесь вызывает колонны с перевернутой головой медузы про все основные места район султанахмет я рассказал давайте приземляться и пойдем смотреть и вблизи ну все полидауна аэстрофия в принципе удачно я думаю в общем у меня вот прям тут мечеть вон видна голубая мечеть минарет ну че идем гулять на султанахмет в общем живем смотрите мы где потому наш дом на вот тут за переходик и стоит ли что-то выйти и здесь уже вот голубая мечеть прям до площадь ипподром я и софия оставила полиция должен проверить документ но нет просто проверили сумку за вроде не такая большая но это посмотрели все отпустили вообще вас смотрите где мы живем получается султанахмет если вы не смотрели а у меня ролик 2 про стамбул про историю стамбул то взяли посмотрите там очень интересно я вообще сама была в шоке от этой информации ирка вообще там до самой этой площади посмотрите вы будете реально в шоке в общем здесь раньше был как в виде колизея да представляете здесь был колизей да и он могла поверить даже и он был немного ниже этого уровня я вам рекомендую эту информацию посмотрите вы реально будете в приятном шоке находиться в общем да вот эти вот я так понимаю сейчас вообще они закопаны они были еще выше два обелиска обелиск феодосия и второе обелиски константина площадь вот это вот это вот так вот вот так вот так это все был колизей представляете нашли здесь жилье вообще недорогое там меньше двух тысяч за сутки вышло где-то примерно полторы тысячи в сутки вот на семь дней мы сняли вот сейчас я думаю посмотрим эти обелиски еще раз поближе давно здесь не были а потом зайдем в голубую мечеть который находится на реставрации вот у него кстати смотри эти уже у него ремонтирует минореты два минорета и кстати ребят если вы видели я их сегодня полетал на дроне блин вообще так было классно все прямо около этих миноретов пролетал я тоже знаете в шоке что здесь можно дрон кстати реально в москве даже блин больше ограничений да там почти даже не взлетишь карте сразу там вошелки дроны можно запускать но может не везде конечно не ну тут типа это как но в большинстве случаев и я не тут тут тоже надо как бы осторожно и тут ограничение есть до 120 метров вот и дрона можно запускать без без регистрации ну да до 500 метров как бы в открытую конечно тоже я боюсь с не советовал вот увидит полиция это неизвестно как она отреагирует потому что мы не пробовали но кстати мы сегодня реально ходили в крепость в дворец дома бахче там у нас как бы конфисковали дрон на время посещения самого дворца и после конечно вернули он подошли к обелиску феодосия пизо громадный в том году не в 2019 году казалось он намного меньше но с египта привезем но он же видно видно же что даже такие какие-то рисунки египетские на какие-то глаз там кстати одна жизнь да вот это чуть снизу кровать это наверно это наверное эти как там они говорят то все эти поклонники теории заговора это летающие тарелки в общем да вот вот это означает что там были инопланетяне вот три штуки в общем на закате прилетали на этом у них чуть-чуть 5g есть короче да вот в этой руке вот которая последняя там вот так в этой ладошке 5g короче блин реально ребят это вышка 5g вас чипирует короче но она еще хоть коронавирус и походу смотрите видео там потекло чуть-чуть это вирус в целе реально что такое там сырье его может обсерили не но реально там чайки сидят короче вот а инопланетяне были с ножами котики тоже с ножами кстати ребят я вспомнил здесь расположен здесь бывший дворец ибрагимом паши и там сейчас есть есть музей исламского это что султана сулеймана который ну я не знаю но вроде он но я не знаю я точно помню на конце паши а вот ибрагим не браги нет 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 я вообще сериала чего смотрела серии 3 вот и там был какой-то ибрагим это мне мне кажется это он ну потому что он как бы недовольный шикарный у него какая-то должность ну не вроде он но в общем мы или в общем если вы не смотрели то мы уже здесь были но сейчас он закрыт поэтому видео есть на канале можете посмотреть вот но тут тоже как бы там сейчас находится музей исламского искусства исламского и турецкого искусства кстати тоже интересно если будете брать карту музейм пас то обязательно зайдите вот она карта музейм пас сколько она сейчас стоит но в 2019 году мы брали ее за 185 вообще работает ну наверное не знаю но там написано что она в течение пяти дней покупаете а вода 14 музеев не включено но самое главное для чего ее берут это раньше это было проход в аю софию бесплатный бесплатный проход и без очередей вот и также в дворе стоп-капы но сейчас а и софия стала мечетью поэтому вход и так бесплатно поэтому я не знаю возможно сюда какие-то новые добавили музеи вот но вот это музей то что отпустить там много разных ковров какой-то атрибутики там разные да там но разные там чашечки там чая кофе там вот такие вот ну вроде да он так же года да там все эти книги виде корана были много разных вот ну в общем чё пойдем посмотрим обелиск константина вроде он еще древнее сколько я знаю вот она и на 3g вышка не там уже на 6g наперед а кстати вот это вот змеиная колонна она была сломана не знаю вандалами или кем но раньше на ней было сверху три змеи в общем оказывается этот обелиск константин изображен на обратной стране турецких банкнот в 500 лир ну да ну кстати мы до 500 лир не держали возможно там он реально есть в общем не знаю в этот раз конечно еще не брали не каштаны мне кукурозу у каштаны мы реально пробовали у нас был очень печальный опыт у меня вообще не понравилось либо нам либо нам валики на не за недожаренные каштаны либо чего на вкусу такие типа орехи как бы почти без вкуса ну немножко такие жирноватые такие в общем не запах сам не на это вообще мы живешь и как бы ну не знаю не очень вкусно в общем да ну а кукурузу я люблю сейчас так как сытый так кукурузу я думаю еще попробуем чем мы отправляемся голубую мечеть чем так выглядит вход девушкам нужно давайте взяли на платок сейчас мы пойдем иришки возьмем платок ну кстати реально нет вот навер тут мне кажется вот здесь во внутрь идешь выдают сейчас она возьмет и попробуем зайти внутрь правда говорят она опять на реставрации я не знаю в 2019 году мы были в стамбуле и тоже данная метила на реставрации там была большая очередь внутрь поэтому мы не пошли так что в этот раз я думаю мы обязательно сходим видимо мететь кстати только заметил смотрите он там у одного купола не знали его позолоченное либо реальные золото верхушка кстати минаре это вообще классно выглядит вблизи кажется как будто такие обычные бетонные на них всяких много декорации рельеф в общем как всегда в тот раз мы тоже пытались два раза эти один раз был у них намаз и сейчас тоже так понимаю у них намаз его для вызовер спустителей них опять закрыта в общем надо реально сюда просто нет типа надо реально туда залетайте все там и как спрашиваем как дурочки в общем вот вам совет если пойдете эту мечеть просто сразу залетаете как будто в этом молиться не знаете намаз читать вот и потому что да я видел около 5 русских точно прошли не но они зашли посмотрели тоже зашли бы там смотрели все но в общем как-то не знаю да ему немножко опечали на во сколько он сказал он сказал он сказал в понедельник с 8 30 понедельник а все втрученых сегодня чем ходе неделю сегодня суббота или завтра позже нет он скал манды или чё или санды но в общем не знаю попробуем зайти в я думаю ворваться надо просто и все но я давай еще один попробую ворваться туда ты там не заследует потока тут акте выдает очень сильно в общем такие да ну все ладно чем мы не отчаиваемся пойдемте сходим бою софи посмотрим что изменилось пойдемте в общем сегодня мы не пустили но зато полетали вот это у них главный фонтан между голубой мечетью и сухие кстати реально так вот смотришь да как будто типа лето вот ребят сегодня у нас какое второе второе января и вот по виду вообще не скажу что здесь зима я сам был в шоке когда мы летели сюда я думал здесь будут дожди сегодня блин светило солнце но ведь вот небо почти в ясно внутри нас тут и растут сейчас пипец не как так январе ну деревья кстати смотрите голые а вот те когда мы были в апреле цивили я это может быть пошли посмотрим нет не знаю в общем ряд царите нашли реально чуваков которые предупускают дрон вообще открытую но в общем и так же сфиге считали ну да прикольно это типа этот нет как он там фантом фуфо это как он там называется забыл inspire пошли кстати ребят смотреть вот у них такой карантин до 4 января но людей вообще много конечно не так как обычно но все равно но мы кстати серии так стал еще меньше народа было вроде больше решили записать видео стоит легче стамбул зимой в общем прошлый раз мы были в стамбуле в апреле и было довольно таки тепло но практически лето да сейчас я почти не отличается погода то что было в январе января 2 января до 0 ну все турки сидят дома даже у них карантин до 4 января вот а мы спокойно гуляем без разных всяких очередей вот по погоде что у нас по погоде плюс 15 градусов до сегодня было до солнца я да все даже полетали на дроне так что переходите на канал смотрите стамбул с высоты птичьего полета вот а что еще по погоде то сегодня ну да реально можно было хридер футболки было тепло сейчас вот солнце скрывается и становится много прохладнее вот что там по прогнозу погоды как вообще написано лишь январь будет не ну кстати да сегодня мой очень повезло мне кажется что солнце и ясная погода так вообще в январе насколько я знаю половина дней дождливые половина дней месяца идет дождь а половина как бы такие либо ясные до либо с переменной облачностью вот но я не знаю но если вы хотите поехать в январе вы рассчитываете на то что возможен дождь не все одни будут ясные и иногда будет дождь и вы просто не сможете посетить какие-то места которые находятся на открытой местности но можно ходить по музеям конечно нет но реально да если идет дождь что заходите в музей там вот твоя софия которая расположена вот здесь вот ну либо голубая мечеть которая вот ну и люблю вдруг либо какие-то другие места но ехать или нет января я бы сказала ехать потому что скорее всего вам повезет и будет теплая погода я без дождей ну да но если вы едете примерно на неделю хотя бы 10 дней то я думаю несколько дней до точно будет солнечно будут солнечные поэтому ехать стоит если вы хотите активный отдых проходить и смотреть на достопримечательности если конечно вы хотите пассивный какой-то отдых это наверно лучше дубай выбрать потому что там сейчас теплее намного но там кругом и купальниках ходят я видел покупаться там конечно льда в январе ну ну не знаю у меня вот моя знакомая сейчас купается в атлантисе но это таре в атлантисе там не знаю может воду каш подогревают но я не знаю все равно если бы там было тепло и холодный воздух то они бы не прогрели ну вот мы были тоже в апреле мо в том году в том году в 2019 году были в дубае после стамбула и мне отлично было в акопарке холодного ну как бы не знаю как тебе там ну там как вот едешь вроде типа да когда тебя катывает это вот вода холодная я реально прям было реально ходить вот там было холодно я бы запомнила там было нормально в апреле можно купаться в апреле да можно было вот а сейчас я сейчас вы как бы январь мне кажется там еще холоднее ничего там них но не знаю но мне было в общем люди в аквапарке купается то скорее всего можно в общем если вы мерзляка то вы скорее все замерзнет там до апреля вот с апреля там с конца марта начинается у них уже такой пляжный сезон может спокойно купаться вода прогревает там до 20 наверно 4 25 градусов вот ну ладно здесь я речь у нас там да чем плакта плавно перешли на выпуске ребят если вам интересно про дуба и абу-даби столицы радских эмиратов есть конечно моем канале переходить на travel forever на ютюбе и смотрите вот там поводу кстати еще один есть плюс по поводу посещения стамбула но этот плюс не только про зиму но и летом сейчас турецкая лира немножко просела и за турецкую лиру просят где-то 8 9 рублей вот а год назад получается был курс 1 турецкая лира выходила около 11 12 рублей ну что довольно тоже мне кажется неплохо да особенно если вы бюджетные туристы для вас это просто он просто очень выгодно получится вы потратите намного меньше денег чем мы в прошлые года и получите намного больше вот это же касается и дубая в дубае вы намного больше потратили чем здесь поэтому это большой плюс здесь находиться потому что здесь еда дешевле выйдет но она еще вкусная да и она вкуснее кстати чем в дубае по моему мнению ну давай да как бы дороже и дороже и найти ее очень сложно нормальную еду вот здесь еда вся нормально и вся я недорогая это самый большой плюс мне кажется вообще в стамбуле ну да но если вы поедете обязательно берите евро либо доллары чтобы поменять на наличку но сделать это нужно потому что все вот прям практически наверно 99 процентов все любят брать наличку очень мало где можно открыться карты где вы будете где-то на примере есть вот покупать еду то у вас в большинстве случаев попросят наличку они карты карты это вот будут у вас а я понял где карты смотри карты реально можно платить короче в музее в дворцах ну официальных в официальных заведениях да и платить карты а вот уличная еда уличная да она про цель он ли он ли кэш она практически вся за наличку и вам все равно придется поменять очень много наличных денег но потому что нет можно вообще платить в евро и в доллар конечно но с вас блин по такому невыгодному курсу берут продавцы так что вы реально стоит обменять на лиры вот что у нас вчера у нас ели фурму до пробовали ну не шурма у них называется джонер кебаб про нет ни кебаб ну джонер называется он вот он вышел что-то 10 лир всего лишь 100 рублей даже по нынешним курс не 100 дома 90 чем-то рублей но это все равно 100 рублей представляете самая дешевая маленькая шурма не но у нас вот в городе было 120 рублей ну да это она меньше была почти полтора раза больше а тот макси шурма за 100 рублей но это кстати даже вот еще один совет у еду лучше брать где-нибудь поглубже в городе не около туристических не да потому что сегодня мы брали шурму тоже 13 было и 2 15 лирная то есть около 140 рублей но она была реально поменьше размером то есть вы гуляете заходите куда-то в района вот и там где питаются до местные в общем реально даскать места для него лучше всего конечно ходить в балкан лакантосе это если вы бюджетный турист типа нас да это сеть бестро до сеть быстро ездила балкан лакантосе но слава наверно покажет день и на хода я уже и предыдущий выпуск говорил если вы бюджетный туристов можно там питаться очень выгодно и в общем как-то так в общем ребят смотрите запели обе мечети раньше вот это было не мечеть а собор ну и музей ставится все статьи а теперь они в не попад поют друг другу слушайте не участвуют все да это уже допела читала но да не реально могли не засинхронизироваться и как-то совместно петь одно и то же но не может забывают как бы очень ладно мы не разбираемся в общем запах очень кукурузы в общем решили мы посетить айт софи ну кстати реально теперь фото отсюда а был раньше справа это снимать не надо обувь вообще надо наверное не но лишь никто не снимает я пошли снимаю в общем снимаем обувь в общем этот раз мы специально пошли вечером чтобы посмотреть на все огни у меня софия почему тут что вообще закрасили что-ли смотри какое нет вон там просто а кстати закрасили все что не забирайте вот купол уже был бы вон там он был нарисован там просто все затянули и все а здесь ж было тоже нарисован купол вон такой же ну все такое же ну в общем то здесь Субтитры подогнал «Симон» 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 Теперь кукурузу купили Мы купили кукурузу Ну да, кукуруз и трейлеры Трейлеры, прикиньте, 30 рублей Так, а этот На что похож вкус я тут не пойму Немножко это пюре отдаёт, да? Типа, орехек какой-то более игр any сырого такого Более сырая Дай мне 3 лиры еще кукурузу Это твоя будет? Ирка еще захотела акуруза, пойдем? Одну моку Не хочу Не хочу Теперь хочу Она тестирована? Все хорошо Это хорошо, извините Одна Это 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 Не Это твоя будет Я тут уже кусок много Спасибо? Завтра еще одну Окей Завтра Говорит завтра еще одну приходите В общем взяли одну, да Ира говорил что невкусная не буду есть Попробовав у меня решила взять еще одну В общем подошли и взяли Ммм Просто реально Я тоже особо не любитель конечно кукурузы Но я вот попробовал в 19-м году здесь в Стамбуле первую раз кукурузу жареную Так она выглядит Мне прям вообще понравилось Немножко подсаливает и вообще супер становится Так что рекомендую Витамин и вкусно Вот так прошел наш второй день в Стамбуле А что было дальше? Смотрите в следующих выпусках Не забудьте поставить лайк Написать комментарии со словами Стамбул Либо Стамбул достопримечательности Подписаться на канал И сбросить ссылку на этот ролик своим друзьям или знакомым При наборе тысячи лайков или комментариев Выходит следующее видео о Стамбуле Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!